ДОЙЧЕ ВИЛИ ДВ НОВОСТИ В Европарламенте победу Трампа назвали настоящим вызовом для ЕС и сравнили ее с результатом референдума в Великобритании по Брекситу, чего в Европе тогда тоже не ожидали. Председатели Евросовета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравили Трампа с победой, более того, сразу пригласили его принять участие в совместном американо-европейском саммите. О европейской реакции на победу Трампа в сюжете Никиты Баталова. Большинство европейских политиков не ожидали победы Трампа и открыто поддерживали Хилари Клинтон. Теперь же реакция в Европе довольно сдержана. Многие поздравили нового американского президента, но и заявили о наступлении неопределенности в отношениях США, а также грядущей непредсказуемости политики Вашингтона. Так, администрация главы Франции Франсуа Ланды была настолько уверена в победе Клинтон, что подготовила лишь один вариант поздравительного письма для кандидата от демократов. Тем не менее, через несколько часов после известия о победе Трампа, Франсуа Ланд вышел к журналистам и сдержанно поздравил нового президента США. Американский народ проголосовал за Дональда Трампа. Я поздравляю его, поскольку это естественно в отношениях президентов двух демократических стран. Данные выборы открывают период неопределенности. Должен об этом четко и ясно заявить. США были и остаются ключевым партнером Франции. Я без промедления начну дискуссию с новой администрацией США, но сделаю это со всей осторожностью и откровенностью, поскольку некоторые позиции, занятые Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании, должны быть сопоставлены с ценностями и интересами, которые разделяем мы. Резких заявлений не сделал ни один европейский политик. Многие заверили в своей готовности сотрудничать с новой американской администрацией. Премьер Италии Матео Ренце пожелал Трампу хорошей работы и выразил надежду на крепкую дружбу Италии и США. Глава правительства Испании Мариано Рахой написал в Твиттере «Мы продолжим работать, чтобы укреплять отношения с США нашим важным партнером». Глава МИД Великобритании Борис Джонсон «Поздравляю Дональда Трампа, готов к работе с его администрацией по вопросам глобального развития и процветания». Глава европейской дипломатии Федерико Маггерини высказалась аккуратнее. «Связи с ЕС и США глубже, чем любые изменения в области политики. Мы продолжим работать вместе, приумножая силу Европы». В свою очередь, глава Европарламента Мартин Шульц заявил о непростом моменте в отношениях с США. «Как президент Европейского парламента, я поздравляю новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это, безусловно, сложный момент в отношениях между Соединенными Штатами и ЕС. Но избранный президент заслуживает полного уважения со стороны всех европейских институтов. Мы надеемся, что руководство США со своей стороны будет уважать фундаментальные права и правила Европейского Союза. И надеемся на плодотворное сотрудничество». Но наиболее радостно отреагировали на победу Трампа правые популисты. Так, глава французского национального фронта Марии Липен одна из первых поздравила Трампа. Но еще раньше поздравления Трампу пришли из Москвы. В телеграмме Владимир Путин выразил надежду, что российско-американские отношения выйдут из кризисного состояния. Немецкие СМИ после выборов в США пестрят заголовками. Шок, произошло немыслимое, мир все больше сходит с ума. И как такое могло случиться? Все в таком духе. Такова реакция журналистов на победу Трампа. А что по этому поводу думает официальный Берлин? Об этом поговорим с нашим берлинским обозревателем Никитой Жолквером. Он на связи со студией. Никитова только что вернулись с правительственной пресс-конференции, что там говорили о победе Трампа. В правительстве ФРГ явно оказались лучше подготовлены к такому повороту событий, чем в немецких средствах массовой информации. Напомню, что после неожиданного, вопреки всем прогнозам исхода британского референдума, официальный Берлин на какое-то время лишился дара речи. В этот раз отреагировали куда спокойнее. Будущего президента США поздравили, хотя и подчеркнули, что в Германии предпочли бы другой результат выборов. А есть ли уже сейчас какие-то предположения, как будут складываться отношения Германии и США во главе с Трампом, которого большинство немцев считает непредсказуемым политиком и который так или иначе с 20 января приступит к работе президента? Есть не только предположения, но и вполне конкретные заявления на этот счет. Вот что сказала, например, после подсчета голосов и когда стало известно, кто будет президентом, канцлер ФРГ Ангела Меркель. Германию и Америку связывают общие ценности. Демократия, свобода, уважение к правам и достоинству человека. Независимо от происхождения, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации или политических взглядов. На основе этих ценностей предлагаю будущему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу тесное сотрудничество. Я спросил официального представителя канцлера Штефана Зайберта на правительственной пресс-конференции, означает ли это, что в том случае, если Дональд Трамп не будет уважать эти ценности, то и Германия не будет готова сотрудничать с Вашингтоном. На это Штефан Зайберт мне однозначного ответа не дал, но заметил, что перечисленные канцлером ценности составляют основу дружественных и прочных отношений между Германией и Соединенными Штатами. Так что выводы можно сделать самостоятельно. А как в Берлине относятся к возможному сближению Трампа с Владимиром Путиным, о котором так много говорили в последнее время СМИ? Я спросил об этом правительство ФРГ и мне дали два ответа. Во-первых, сказали мне, правительство Германии заинтересовано в сближении и в дружественных или в хороших отношениях между Вашингтоном и Москвой, поскольку это помогло бы решить сложные международные проблемы, такие как, например, иранская ядерная программа, более или менее уже решенная, или ситуация в Сирии. А что касается возможной отмены американских санкций против России, то тут, сказали мне, Германия не в той роли, чтобы давать какие-либо рекомендации Вашингтону. Политика же ФРГ в отношении России и ее подход, в частности, к российско-украинскому конфликту останется прежним. Спасибо, Никита. На связи со студией был обозреватель Deutsche Welle в Берлине Никита Жолквер. Во время предвыборной кампании все политики богаты на обещания. Иногда обещания эти притворяются в жизни, иногда так и остаются просто словами. К тому же президент США не может принимать решения единолично. Для этого ему нужна поддержка законодателей. Нынешний Конгресс республиканский, а потому инициативы Трампа имеют неплохие шансы быть одобренными законодателями. О том, чем грозился заняться новый президент в свою бытность кандидатом, Александр Прокопенко. На протяжении всей предвыборной кампании Дональд Трамп регулярно шокировал общественность своими популистскими обращениями, выполнения которых, по его мнению, должны сделать Америку снова великой. И в первую очередь это, конечно, бескомпромиссная позиция Трампа по отношению к проблемам миграции. Новоизбранный президент намерен построить многометровую стену на границе с Мексикой, чтобы преградить путь нелегальным мигрантам. Новость о победе Трампа в среду даже обвалила мексиканскую валюту Песа. Трамп во время предвыборной кампании также грозился массовыми депортациями, запретом на иммиграцию из многих мусульманских стран, а также отминой автоматического гражданства для каждого ребенка, рожденного в США. Видение Трампом в ситуации в мире, по крайней мере, на словах, также отличается от видения уходящей администрации Белого дома. Так, республиканец не раз позитивно высказывался в адрес Владимира Путина и уступал за укрепление двусторонних отношений. Среди внешнеполитических обещаний Трампа переключить внимание НАТО с России на борьбу с терроризмом и миграцией. Однако аналитики скептически оценивают подобные заявления и указывают на то, что свои предвыборные заявления Трамп вряд ли действительно воплотит в жизнь. Победитель президентской гонки уступает и за то, чтобы европейские страны-члены Альянса сами выделяли больше денег на военные расходы и обходились в вопросах обеспечения безопасности преимущественно собственными силами. Стратегия Трампа по борьбе с запрещенной в России группировкой ИГ уничтожает террористов с помощью массированных бомбардировок. Также во время кампании политик высказывался в поддержку использования пыток для ведения допросов. Дональд Трамп намерен переписать и международные торговые соглашения для того, чтобы, по его словам, защитить американскую промышленность от иностранных конкурентов. Аналитики ожидают, что политик может выйти из соглашения о зоне свободной торговли в Тихианском регионе и остановить переговоры о создании такой же зоны в ЕС. В то же время Трамп обещает ввести повышенные тарифы на китайские товары, а это может спровоцировать торговую войну между США и Китаем. Не исключено, что администрация Трампа может свести на нет и все попытки по остановке глобального потепления. Ранее политик заявил, что не верит в реальность изменения климата и намерен отказаться от международного соглашения по борьбе с глобальным потеплением. Трамп выступает за использование ископаемых ресурсов и отказывается заменять их на альтернативную энергетику. С учетом всех этих противоречивых высказываний Трампа, аналитики задаются вопросом, насколько реальными окажутся обещания республиканца или же это был простой предвыборный популизм. Тем более есть еще и позиции политического консервативного истеблишмента, с которой Трампу также придется считаться. После объявления о победе Трампа в США прошли спонтанные акции протеста под лозунгом «Не наш президент». Больше всего недовольных результатами выборов оказалось в Калифорнии и Орегоне. Тему продолжим в нашем новостном обзоре. Сотни людей вышли на улицы Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса и Окленда с возгласами «Не мой президент» и «Ты не Америка, Америка – это мы». В Окленде демонстранты сжигали портреты Трампа, разбивали витрины и поджигали автомобильные покрышки. Расширенные санкции Евросоюза против России, связанные с присоединением Крыма, вступили в силу. Теперь персональные санкции действуют в отношении 152 человек. В список добавлены шесть депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя. В то же время Украина подготовила проект резолюции ООН, осуждающий нарушение прав человека в Крыму и требующий от российских властей допустить на территорию полуострова наблюдателей ООН. Ожидается, что проект резолюции будет рассмотрен на Генассамблее ООН 15 ноября. Наряду с выборами президента в отдельных штатах США прошли голосование и по другим вопросам. Жители Калифорнии, Невады и Массачусетса проголосовали за легализацию марихуаны для досуга. Теперь граждане старше 21 года смогут приобретать небольшое количество этого легкого наркотика и выращивать на своем участке до шести кустов конопли. И если раньше речь шла об использовании марихуаны лишь в медицинских целях, то теперь уже в семи штатах и одном городе США курение марихуаны на досуге стало легальным времяпрепровождением. ДВ Новости расскажут о развитии событий завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин